здравствуйте здравствуйте друзья я очень рада всех вас приветствовать на своем канале и сегодня я вам покажу всходы питуней которые мы сеяли где-то в районе 8 дней назад и посею с вами несколько луковичек эксибишина я значит несу контейнеры чтобы показать вам как у меня взошли питуньки и стопроцентная схожесть причем у всех и у проф семян и у таких семян но я уронила контейнер и там все сейчас перемешалось и вообще не знаю теперь где какой сорт где чего но сейчас в общем посмотрим давайте начнем с этого эти хотя бы не сильно пострадали просто немножко я их тут перевернула то есть вот 2467 и здесь 245 это тайдал вот этот вот silver и под номером три у меня вот этого джаконда то есть было семь семян все семьи взошли сейчас и конечно тряханула их тут они под вытянулись этого я не скрываю они вытянулись довольно таки сильновато но потому что не несколько дней у меня были без досветки по определенным причинам но теперь перейдем к другому здесь у меня были посажены питунья shockwave coral crush и вот это питунья нежность по моему называется да это джаконда нежность и вот что у меня теперь здесь схожесть тоже была стопроцентная не знаю тут конечно по выбирала может что-то и оживет но где какой сорт теперь вообще непонятно и выживут не выживут тоже непонятно в общем аня молодец нам было уронить вот но в принципе питунья то мне конечно еще есть но хотелось бы да вот таких вот и необычных каких-то расцветок в общем будьте аккуратны потому что вот так вот разом можно смахнуть все и как умудряюсь вообще натрясти земли куда в принципе и нету так сейчас мы с вами будем сеять лук сейчас принесли лук сеять еще рано потому что я обычно сею вот так сейчас тазик подставлю обычно сею лук эксибишем я где-то на 23 февраля где-то вот так вот но в этом году скорее всего именно на этот промежуток времени я уеду у меня не будет дома и уже переносить пассивную на март я не вижу смысла потому что пока взойдет пока окрепнет то есть да то есть но это будет долго я потерял где-то в районе трех недель и я этого терять и делать не хочу вот поэтому я сейчас сею рано я проживаю в вологодской области напоминаю да вот что касаемо лук эксибишен лук эксибишен это единственный лук который у меня растет вот кто не верит что он хранится вот он хранится вот он такой довольно таки упруги он не гнилой все хорошо у этого лука единственное что начал просто потому что дома тепло и он начал немножко прорастать но в принципе как бы на качество и он не так не влияет это я убрала его раньше раньше срока чем нужно было потому что топило участок вот смотрите что у меня есть лук эксибишен сейчас покажу есть у меня лук эксибишен вот такой да то есть разных фирм пакетиках а есть смотрите вот здесь написано здесь значит что-то айлса грейк какой-то а это просто лук репчатый xxl посмотрите на картинке они абсолютно одинаковые просто цветокоррекция немножко разная и когда я смотрела профессиональные семена лук эксибишен был сфотографирован именно вот вот так вот то есть там вот эта фотография была эксибишен здесь не эксибишен остается загадкой но вот тем не менее я же буду сеять сейчас профсимена потому что я планирую может что-то и на продажу выставить буду сеять сразу 200 граммовые стаканчики до этого я селила сначала был период когда я посеяла все в общую плошку луковицы наросли но не такие крупные был период когда я села сначала в плошку потом я начинала пикировать этот лук скажу вам вот эта пикировка потом лука его же много она не очень-то такая знаете ли каком стать в общем все это не очень экономично с точки зрения времени потому что рассадить даже 100 луковиц распикировать это конечно вот эти волосинки ну не вижу смысла поэтому сейчас вот я просто буду сеять по несколько штук в один стаканчик 200 граммов я думаю что я буду сеять по 3 штучки в принципе хватит там и место ему и до весны нормально будет вот все равно больше места чем вот в плошке например просто вот лук семена здесь у меня обработанные не просто чернушка никаких премудростей нет не вижу смысла до затягивать видео надолго значит а кстати я еще забыла рассказать что питания которая пришла мне из проф семян там и села тайтл был по моему рэд велюр вот начал потихонечку сходить но я вам потом покажу все то есть там еще пока особенно на камеру так не показать берем стаканчик набиваем грунтом немножко принимаем чуть-чуть поставили поставлю что-то он берем семена и 1 2 3 вот здесь семечки видно зелененькие и сверху как бы так вот я не прижимаю никогда я просто вот так вот чуть-чуть сверху этот торф присыпалась смотрите так как здесь у меня чистый торф то я лук буду подкармливать но он пусть сначала взойдет пусть там до крепнет как бы и после этого я буду подкармливать его сейчас подкармливать но не вижу смысла кстати в стаканчик сделано дренажное отверстие я сейчас все это дело рассажу сколько я посчитаю нужно мне надо да вот этих семян и лука этого вот и стоять он у меня будет просто на подоконнике без досветки без всего просто на подоконнике все потом уже где-то там в конце апреля я буду выносить его в теплицу потому что у меня теплица не отапливаем а и там уже будет в принципе лук этому нормально потому что он выдерживает заморозки да там минус 5 где-то вот так он спокойно выдержит но в теплице все равно в маях хоть и бывает как куда заморозки но тем не менее вот в том году на улице ему было намного лучше нежели бы он у меня чах до высадки там допустим в грунт дома он у меня в теплице и закалиться успел и то есть и пересадка произошла очень даже благоприятно ну вот дорогие друзья всем все самого наилучшего всем все самого прекрасного всем пока пока